В очередной раз информационный центр Infox собрал всех своих партнеров. Повод на сей раз оказался весьма и весьма приятным. Ежегодный конкурс Miss Infox. В этом году мы проводим четвертое мероприятие, ежегодный конкурс красоты Miss Infox. В этом году мы сделали закрытый новогодний корпоративный вечер для участников клуба. В бизнес-клубе Infox на сегодняшний день состоят 1400 бизнесменов. Сегодня его собрали только 200. Семь красавиц боролись за звание лучшей представительницы клуба. На этот раз не было традиционного жюри. Каждый столик выбирал лучшую конкурсантку. После каждого выхода девушек организаторы собирали карточки с номером участниц. Дело в том, что сегодня у нас в жюри традиционно не 5-6 человек, а весь зал. Каждый волен был судить, кто кому как понравился. И пусть всегда победа за победой накапливается. И даже если человек не победил, это не значит, что он не победил самого себя. Выйти на сцену и пройти – это дорогого стоит. А то, что они красивые, они и так сами знают. Сколько мужских сердец там дергается йогой. Конечно, не каждый выход был удачен. Некоторые девушки не смогли перебороть волнение и немного растерялись. Красавицы демонстрировали свои таланты. Танцы, рисование и стихи. Некоторые участницы оказались очень эмоциональны. Я здесь живу. И если нужно будет воевать, пойду. Чтоб рос и цвел наш Кургастан. На зло врагам, на радость нам. Каждый конкурс был очень зрелищным. Девушки поражали не только привлекательной внешностью, но и своими талантами. Между конкурсами, пока девушки готовились к очередному выходу, организаторы разыгрывали предновогодние призы от бизнес-партнеров. Никто из гостей не ушел без приза. Мы не останавливаемся на достигнутом. И каждый год мы будем радовать Кыргызстан, бизнесменов Кыргызстана, такими проектами и даже другими проектами, которые непосредственно нужны Кыргызстану. В рамках бизнеса, в рамках населения, когда будет узнавать через информационный центр, Инфокс, информация, которая нам нужна, полезна, а достоверная информация только у нас, Инфокс. Среди гостей вечера оказался Дон Керри, продюсер певицы Патрисии Каас. Как выяснилось, еще совсем недавно он даже и не подозревал о существовании горной страны Кыргызстан. Зато теперь он заранее распланировал свои весенние каникулы, так, чтобы получше узнать нашу страну. Пока я не мог в полной мере ощутить и почувствовать колорит Средней Азии. Это гостеприимство. Но то, что я увидел всю красоту и доброжелательность местных жителей, меня очень впечатлило. Ну а пока шли розыгрыши призов, веселые танцы, девушки готовились к финальному выходу в ожидании оглашения результатов голосования. Которая набрала 35 баллов, учащится по номерам 1. Махмутова Алтынай, начинающая актриса кыргызского кинематографа. Алтынай Махмутова получила не только звание лучшей и стильной, но и весьма значительной призы. В каждый свой выход, в каждый свой номер, особенно в конкурс «Алата» я вкладывала душу. То есть я больше, наверное, старалась, как вам сказать, получить от этого удовольствие максимальное. То есть, конечно, я надеялась выиграть, но если бы, в принципе, даже, наверное, не победила бы, я бы старалась запомнить эти эмоции положительные. Наверное, это самое главное. То есть, когда человек позитивный, это помогает. В общем, побольше позитива всем. В общем, конкурс «Мисс Инфокс», как всегда, прошел активно, насыщенно и позитивно. С нетерпением ждем следующей номинации. Субтитры сделал DimaTorzok